Питерский ПТУшник и легенда русского рока. Резчик по дереву и культовый актёр. Отстранённый взгляд, монотонный голос и сумасшедшая энергетика. Всё это он. Загадочный последний герой. Его жизнь, подобно кадрам киноплёнки, стремительно промчалась на глазах у очарованной публики. Он сам выбрал этот жанр, и ему оставалось всего лишь соответствовать кинематографическим законам. Завязка, фабула, кульминация и неожиданный яркий финал. Я Михаил Волков. Каждую неделю рассказываю вам о людях, чья жизнь прерывалась неожиданно, чей финал был стремителен и трагичен. Они ушли от нас на взлёте карьеры в полном рассвете сил. Их смерть, как и жизнь, оставили нам множество загадок. История жизни Виктора Цоя так и просится в основу хрестоматийного фильма о звезде. Стремительный взлёт, громкая слава, необычные увлечения и трагический финал. Всё это было у лидера группы кино. Он словно стремился уйти от реальности и погрузиться в другой мир. Яркий, захватывающий мир кино. И у него получилось. Но вместо приключенческой ленты он оказался главным героем подлинной кинодрамы. Крышка багажника. Вот и всё, что осталось от москвича после столкновения с автобусом. Удар был такой силы, что даже двигатель разлетелся на мелкие куски. На месте аварии нашли кассету с записью нового альбома группы кино, небольшую деревянную фигурку и портрет знаменитого голливудского актёра. 35-й километр трассы Сло катался недалеко от Риги. Здесь 15 августа 1990 года погиб музыкант, поэт, певец и киноактер Виктор Цой. Мама – учитель. Папа – инженер. Виктор – единственный ребёнок в семье. Среди сверстников выделяется разве что явной склонностью к изобразительному искусству. Рисует подросток постоянно. После восьми классов художественной школы поступает в Серовское училище. Но тут возникают трения с преподавателями. Дело в том, что Виктор рисует по-своему, в какой-то странной, непонятной для окружающих манере. «Будь ближе к действительности», – требует учителя. Но юноша настаивает на своём. Действительность – нет. Слишком скучно, серо, обыденно. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Драсс твой, последний герой. Вскоре Цоя отчисляют из училища за неуспеваемость. Но он не отчаивается. Теперь будет больше времени для музыки. Вот только родители не в восторге. Мужчине нужна настоящая профессия. И Виктор вскоре поступает в ПТУ, выбрав специальность «резчик по дереву». Между тем, репетиции и выступления продолжаются. В составе панк-группы Цой играет на знаменитых питерских квартирниках. Знакомится с культовыми фигурами рок-андеграунда – Майком Науменко, Андреем Пановым, Артемием Троицким. Его уже считают здесь своим. Даже приглашают в Москву на такие же квартирные концерты. У нас был первый успех реальный. Это наши первые поездки в Москву, когда на фоне абсолютного какого-то такого Советского Союза, серого, когда не было ничего, все было под запретом, под замком. Нас встречали на вокзале в Москве с шампанским, с какими-то девочками, чуть ли не с оркестром. При этом мы ехали на подпольный концерт. Все это в страшной тайне. Электричкой от Москвы до самого Питера – самый верный способ передвижения, если в кармане одна мелочь. Виктор Цой с музыкантами возвращались из столицы в прекрасном настроении. Поездка была удачной. Хорошо отыграли, здорово пообщались с московскими рокерами. Даже усталости вроде нет. Кто-то из группы предлагает. Вить, а может споем? Цой легко соглашается, берет первые аккорды. Малочисленные пассажиры равнодушно поглядывают в окно. И лишь один в темных очках не сводит глаз с Виктора. Через минуту незнакомец встает, подходит ближе, снимает очки. И музыканты замирают. Еще бы, это ведь знаменитый Гребенщиков. А легенда русского рока обращается к Виктору. Ты это сам написал? Борис Гребенщиков предложит талантливому юноше помощь и поддержку. Позднее БГ назовут крестным отцом Виктора Цоя. Сам лидер аквариума скажет в одном из интервью. Виктор показался мне не просто человеком. Это была некая совершенная сущность со своей миссией на земле. Но это позже. А пока музыканты проводят совместные концерты. И Гребенщиков помогает группе Цоя, Гарин и Гиперболоиды попасть в члены знаменитого ленинградского рок-клуба. В этом здании Межсоюзного дома самодеятельного творчества на Рубинштейна 13 и была мекка российского рока. Отправная точка в карьере многих нонконформистских музыкальных коллективов. Отсюда в августе 90-го Виктор Цоя отправится в свой последний путь. Рок-клуб на самом деле, кроме того, что это была КГБшная площадка, в первую очередь он дал возможность играть для публики без риска оказаться в делении милиции в обезьяннике. То есть раз в месяц или там сколько было, я уже не помню, раз в месяц точно, но бывало и чаще концертов в сравнительно большом зале, с какой-никакой аппаратурой. Зал битком всегда был, всегда не было ни одного концерта, когда был бы зал там на две трети. Был такой зал, да, где-то местом 500-600 было где-то. По каждому коллективу было видно, это называлось голосование ногами. Сколько человек сидит в буфете, а сколько остается в зале. Если буфет полон, значит, да, значит, группа пока что еще не доросла до общения с аудиторией. А вот на Цоя как-то вот сразу запали. Атмосфера ленинградского рок-клуба значительным образом меняет мировоззрение Виктора Цоя. Группа «Гарин» и «Гиперболоиды» вскоре перерождается в кино, а ее лидер всерьез увлекается кинематографом. Кумиром Цоя становится трагически погибший Брюс Ли, чье родовое проклятие через несколько лет настигнет музыканта. Его история напоминала классический голливудский киносценарий, воплощенный в ботном черно-белом формате. Стремительный взлет, сумасшедшая слава. Вот только вместо хэппи-энда судьба уготовила трагическую развязку. Он ушел, как и положено, главному персонажу культового фильма. Молодым и полным сил. Видеомагнитофон. В начале 80-х редкость, чудо техники. Виктор Цой впервые увидит модную вещь в квартире одного из столичных приятелей. «Хочешь кино посмотреть?» – спрашивает хозяин. Голливуд на диване, и билет покупать не надо. Вставляет кассету, жмет на кнопку, титры, первые кадры. И вот он главный герой, суперпопулярный актер. Виктор не может оторваться от экрана. «Кто это?» – замирает восторга, спрашивает Виктор. И слышит в ответ – это же Брюс Ли, мастер боевых искусств, легенда Голливуда. Теперь это имя станет едва ли не главным в жизни певца. 1982 год. Барабанщика группы «Гарин» и «Гиперболоиды» забирают в армию. Срочно требуется новый музыкант. Впрочем, только ли музыкант? Виктору все чаще кажется, что они топчутся на месте. Хочется перемен. Необходима какая-то свежая струя. Может начать с названия? Вместе с музыкантом Алексеем Рыбиным они долго и мучительно придумывают новое имя группе. Оно должно быть ярким, коротким, запоминающимся. Как фильм с Брюсом Ли, не меньше. «Эврика». Пусть группа называется «Кино». Захватывающее приключение, авантюра, необыкновенный сюжет и, разумеется, яркий, харизматичный главный герой. Самая горячая новость в музыкальных кругах Питера Виктор Цой и его кино. Говорят, он и семьи иностранца. Цой вовсе не фамилия, а сценический псевдоним. Ходят слухи, что музыкант – бывший пациент психбольницы. Одни его сценические наряды чего стоят. У парня в таких костюмах, очевидно, очень бурная фантазия. В феврале 82-го об этом говорит весь Сайгон. Здесь, в кафе на Невском проспекте, своеобразный информационный центр питерского рук-эндеграунда – место сбора неформалов. Когда-то здесь обсуждали Гребенщикова, слушали Кинчева, а теперь в захлеб делятся впечатлениями о Цое. Сайгон было феноменальное место. Такого больше не будет никогда, нигде. Там можно было узнать все. Там простоишь час, можно было всех увидеть. Общая стрелка была в 6 часов. Всех, кто тебе нужен и кто не нужен. Познакомиться с кучей людей, снять девушку, на халяву напиться и так далее. Фантастическое место было. Впечатлений и правда море. Раз уж кино, то непременно игровое. А ляповатый грим, невероятные прически, костюмы со стразами, броско, по-киношному ярко. И Цой резко меняет стиль. Его кино будет черно-белым и по-хичкоковски пасмурным. Он любил покупать, чтобы у него было много всего черного. Черные майки, черные штаны. И в то же время ему это шло. В принципе, черный цвет всем идет. И вот, учитывая этот восточный такой какой-то облик, загадочно-мистический, вот эта черная мистика, черный цвет, тоже придавал значимости, мистичности. И в то же время не надо было постоянно искать какие-то модные прикиды. Это очень все сложно было в те годы делать. И вот как-то этот черный цвет постепенно к нему прилип. Теперь его главный цвет черный. Аскетизм во всем. И в музыке, и в одежде. Четко, без лишних деталей. Даже вне сцены он не изменяет заявленному имиджу. Многим это кажется наигранным. Однажды кто-то из коллег-музыкантов бросит. Ты, Витя, по кому траур носишь? На что Цой серьезно ответит. По самому себе. Ты смотришь мне в глаза, а я смотрю вперед. Ты говоришь, что я похож на киноактера. И ты меня зовешь, а я иду домой. Я знал, что будет плохо, но не знал, что так. Он действительно все чаще размышляет о смерти. Вроде все удачно. И внешних поводов для тяжелых мыслей нет. В Брюсселе как раз Цоя привлекала не столько вот его, там, силы его удара, грубо говоря, там, его акробатические способности, сколько его привлекала вот какое-то вот это энергетическое, мистическое начало в Брюсселе. И на самом деле Брюсселе был его главным героем. То есть ни один музыкант, ни один другой актер, ни один литературный персонаж не привлекал настолько, насколько Брюсселе. Цой начинает копировать внешне его манеру поведения, усиливает ориентальные черты, восточные черты своей внешности. И здесь происходит достаточно трагическая вещь. Ведь Брюсселе погибает молодым. Ему было где-то около 35 лет, опять вот этот самый возраст, да, такой опасный для мужчин. И Цой, видимо, так сильно срастаясь с судьбой и образом Брюса Ли, делает то, что называется самореализующееся пророчество. Вскоре Виктор Цой, как и его голливудский кумир, превратится в культового персонажа. Лидер группы кино сыграет главную роль в фильме «Игла» и завоюет звание лучшего актера года. Его собственное кино, между тем, стремительно приближается к кульминации. Однажды он придумал себе сценарий. Своё кино, в котором не было места обывательской тоске и монотонности. Виктор Цой словно стремился уйти от реальности и погрузиться в яркий, захватывающий экранный мир. И у него получилось. Но вместо приключенческой ленты он оказался главным героем подлинной кинодрамы. Боевые приёмы, нунчаки, восточная философия и медитация. Теперь это часть жизни Цоя, не менее важная, чем музыка. Он пишет портрет Брюса Ли. Рисунок, выполненный в такой нехарактерной для него реалистичной манере, будет всюду следовать за музыкантом. А сначала он пропишется здесь, на месте новых концертов и репетиций. Это знаменитая Камчатка, котельная на улице Блохина, в подвале дома 15, в которой Виктор Цой работал кочегаром. Одна из главных декораций его жизни. Необычный фон для философских, а порой и трагических сцен. Он давно хотел устроиться кочегаром. Отличный график, сутки через трое. Да к тому же собственная репетиционная база. Премудростям кочегарного дела его учит весёлая бабушка. Она объясняет певцу, что закидывая в топку уголь, он подкармливает огонь, а взамен получает силу. С огнём мелок надо умеючи, настаивает бабка. С уважением надо. Цой отличный кочегар, великолепный. Он всё умел. Человек, который умел, собственно, всё, за что брался. То, что он не хотел и не любил, как, собственно, и я, и всем, и мы не делали. А работать надо было где-то. Здесь не было начальников. Работа была конкретная. Кинул угля. 100 градусов на котле. Отлично. Значит, пошёл, лёг спать. Или выпивать пошёл. И Цой точно так же работал, как и все. Замечательно работал. Всё у него получалось. Кроме Цоя, в котельной на улице Блохина кочегарит ещё один местный талант. Александр Башлачёв. Но если киношник в роли работяги правдив и честно отрабатывает свои 95 рублей в месяц, то Башлачёв, приходя на смену, сразу берёт в руки гитару. Они, кстати, дружили так, опять же, сначала так странно, а потом они очень друг друга любили. Не очень много общались. Но в основном здесь, опять же, на Камчатке у нас. И, конечно, Витька и Сашка, они очень дорожали друг другу. Говорить не приходится. Концерты в котельной войдут в документальные хроники ленинградского рока. Но в титрах имена главных героев поместят в траурную рамочку. Они оба станут кумирами для миллионов и исполнят свои звёздные роли до конца. Исчезнут из кадра трагически и при загадочных обстоятельствах. Александр Башлачёв то ли выпадет, то ли выбросится из окна одну из ленинградских многоэтажек. А через два года Виктор Цой разобьётся на своём автомобиле. Когда Сашка погиб, там была история длинная. Потому что он выкинулся, и было уголовное дело. Его похоронили только через неделю. Потому что было заведено дело, там что-то копали. Ну, просто сразу всех вызвали. Все сказали, что нет, там не к чему подкопаться. И концерт его памяти был до похорон в рок-клубе. Что не бывает. Ну, единственный раз был. Он был именно до похорон, там за два дня до похорон был в рок-клубе, концерт. И там все пели. И вот тогда я видел Витьку Кулачичу. На пике перестройки тема русского рока одна из самых популярных в отечественном кинематографе. Режиссёры рвут именитых рок-подпольщиков на части. Один за другим снимаются фильмы о яркой и шумной жизни русских рокеров. Герои лент играют с самих себя. Гребенщиков, Кинчев меняют друг друга на разных сценах. От набитых битком обычных комнат, где проходят знаменитые квартирники, до подмостков в домах культуры советского образца. Виктор Цой в этой компании особая единица. Именно такой парень в образе поющего истопника нужен модному кино. Режиссёры отлично понимают. Вот он, новый романтик. Вот, пожалуйста, пункт 2. Приём на работу не допускается без предъявления справки ЖЭК и диплома об окончании высшего и среднего музыкального учебного заведения. У вас есть? Нет. А кем вы, собственно, работаете? Машинистом в котельной. Это не важно, кем он работает. Он музыкант, рождённый музыкант. Когда меня Африка стала знакомить просто с этой тусовкой, которая была, как-то так получилось, что первое, на что я нарвался, это на Витю Цоя. На Витю Цоя, на его концерт. И мне это так понравилось. Потом мы с Африкой пошли туда, за кулисы, познакомились. Значит, и я сразу сказал, он там пел эту песню «Перемен». Я говорю, Вить, вот, знаете, я сейчас начинаю снимать картину, я не знаю ещё сценарета толком. Но я могу вам дать честное слово, что она закончится песней «Перемен». А только вы можете её год нигде не петь? Он говорит, да, могу. «Перемен требуют наши сердца». «Перемен требуют наши глаза». 1988 год. Съёмки фильма «Игла». У картины голос и лицо Виктора Цоя. На фоне дерзкой драматургии и необычной символики, его новые песни звучат, как манифест последнего героя. Здесь, в Казицком переулке на Пушкинской площади, режиссёр Рашид Нугманов снимал одну из главных сцен картины. Это начало фильма «Игла» и новой киношной карьеры музыканта. Теперь он стал ещё ближе к своему кумиру. Теперь он тоже киносвезда. Белый снег, серый лёд на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом жёлтый дым, городу две тысячи лет. Почти все артисты, занятые на съёмках, как и Цой, не профессионалы. Для достоверности Рашид Нугманов даже не разрешает заранее читать сценарий, заставляет импровизировать. И Виктор играет так, как считает нужным. Он как-то очень совпал с этим персонажем именно своим таким очень лёгким отношением к жизни, ироничным. И мне кажется, это вот так очень транслируется в героя. То есть, по сути, он играл самого себя. То есть, если бы он попал в такие жизненные обстоятельства, наверное, он бы так себя и вёл. То есть, он не создавал какой-то там новый и непонятный для него образ. Он, наверное, так бы просуществовал в этой всей истории, если бы у нас случилась в его жизни. В картине множество совпадений с реальностью. Персонаж Цоя немногословен и тоже поклонник чёрного цвета. А подруга главного героя, Дина, очень похожа на возлюбленную Виктора, Наташу Разлогову. Вполне достоверно выглядят даже боевые сцены. В эпизоде, где герой Цоя Моро лихо дерётся с наркоманами, он действует настолько профессионально, что многим кажется, это дублёр. Но музыкант играет сам. Уже несколько лет он занимается восточными единоборствами. Такого успеха никто не ожидал. После выхода на экраны фильма «Игла» в стране начинается киномания. Тысячи подростков стригутся под Цоя, одеваются в чёрные и учатся играть на гитаре. «Игла» занимает второе место в отечественном кинопрокате. А на фестивале «Золотой дюк» в Одессе Виктора Цоя признают лучшим актёром года. Самореализующееся пророчество, когда человек закладывает в себе эту гипер, закладывает в себе эту гипер. Портрет Брюса Ли по-прежнему повсюду сопровождает Цоя, а его увлечение восточной культурой набирает обороты. Он с удовольствием погружается в таинственную атмосферу древних традиций, но однажды нарушит священный закон и обречёт себя на гибель. Нецки – фигурка из дерева или камня, китайское изображение бога. Согласно восточным поверьям, Нецки приносит своему владельцу те силы и умения, которыми наделено само божество. Миниатюрные статуэтки – ещё одно увлечение Цоя. Будучи профессиональным резчиком по дереву, Виктор сам создаёт Нецки. Создаёт в полном соответствии с древним законом, который гласит, изображать разрешается только добрых богов и ни в коем случае демонов. Но однажды Цой нарушит запрет и явит миру охранника ада. Это последний питерский адрес Виктора Цоя. Здесь, на проспекте Ветеранов 99, музыкант тщательно и аккуратно работает над деревянной миниатюрой. Фигурка будет закончена, а через месяц закончится и земной путь музыканта. Конец 80-х. Русский рок вышел из подполья. Теперь запрещенные некогда музыканты собирают целые стадионы. Виктор Цой – один из новых героев. Ему всего 26, а он – кумир миллионов. После «Иглы» в стране, кажется, нет ни одного подростка, который не знает Цоя. Это настоящая кульминация его кино. Кажется, даже у микрофона он стоит так, точно играет роль. С гитарой наперевес, голова чуть откинута назад. В движениях головы больше динамики, чем в хаотических скачках и прыжках иных музыкантов. У его облика и звука законченная четкость. В лучших традициях киноминимализма. Цой своей позой на сцене очень хорошо это показывал. Я иду вперед, не бойтесь. Я знаю, что надо делать. Отсюда это закинутая несколько голова, выдвинутая челюсть и несколько отодвинутая губа. Что некоторые признавали как за презрение. На самом деле, это готовность дать. Люди с такой структурой лица, они готовы щедро и широко давать. У них большая потребность поделиться и дать окружающим то, чем они располагают. Теперь Виктора Цоя и его кино порой приходится охранять от поклонников. На одном из концертов организаторы опробуют так называемый фальш-отъезд. Большая трибуна стадиона «Динамо» в Минске на стадионе. И там не очень подготовились. И на первом концерте, и потом и дальше это продолжалось, люди с трибун просто могли бежать к сцене. Что и было после концерта. И поэтому, чтобы уехать как-то, подгоняли автобус прямо к сцене, к окончанию концерта. Вот бежали в этот автобус и уезжали от зрителей. А вот после последнего концерта, чтобы выехать со стадиона, посадили людей в этот автобус. И этот автобус выехал, и люди разошлись. И потом мы уже уехали. Начало 89-го. Он стал звездой. И значит, надо соответствовать образу. И Цой соответствует. В лучших традициях большого кино. Тот, кто всего несколько лет назад черпал вдохновение в топке питерской кочегарки, переселяется в Москву, нанимает охрану, передвигается в машине с затемненными стеклами. У Виктора Цоя новый продюсер. Юрий Айзеншпис. И это многое объясняет. Юрий Айзеншпис пришел к кино в то время, когда кино уже были очень популярной и абсолютно сформировавшейся группой. К вопросам творчества, репертуара, песен, стиля, внешнего вида и так далее, группы кино Юрия Айзеншписа близко не подпускала. Айзеншпис занимался только одним. Он устраивал кино-гастроли и делал это очень профессионально, очень основательно и позволял группе кино зарабатывать большие деньги. Ну, естественно, и сам тоже преуспевал. Юрий Шмилевич прекрасно ориентируется в таком непонятном для Цоя мире шоу-бизнеса и может стать отличным проводником. Он не слишком погружается в философские тексты Виктора Цоя, зато виртуозно владеет волшебным понятием «договориться» и активно занимается экономической стороной успеха группы. Впервые за долгие годы киношники начинают хорошо зарабатывать. Деньги тратят, как мальчишки. У Виктора почти нет водительского опыта, но и он садится за руль. И очень скоро открывает для себя новое наслаждение – скорость. Он буквально выжимает из своего москвича заветные мили. Как позже установит следствие, 15 августа 1990 года на трассе Слока-Талси автомобиль певца двигался с огромной скоростью. Для Цоя автомобиль не просто средство передвижения. Это его личная территория, его приватная зона, куда запрещен доступ посторонним. Цоя очень моментально выучился на машине ездить, водить машину. И делал это великолепно. Ездил довольно-таки лихо. Очень нравилось ему самому ездить. И вы знаете, был даже такой момент, я написал одну заметку о том, как звезды за рулем себя ведут, как они ездят. Вот. И как раз вот писал о том, что, значит, они очень лихо, так сказать, ездят. Но, тем не менее, так сказать, надо быть осторожным, следить за собой. Процитировал я песню Цоя. И эта заметка заканчивалась так, что это и к вам, Витя Цой, относится. Наташа, гражданская жена Виктора, всерьез встревожена. Уже не впервые в его стихах звучит одна и та же тема – скорой смерти. Вот и опять, в новой песне, он прямо-таки перебирает возможные финалы. Авиакатастрофа, война, эпидемия, снежный буран, космоса черные дыры, ошибка хирурга. Он и раньше писал об этом, но не так, не с такой пугающей настойчивостью. Она пытается выяснить, в чем дело. Может, происходит что-то, о чем я не знаю? И Виктор пускается в туманное объяснение. После смерти Виктора Наталья Разлогова выйдет замуж и уедет в Соединенные Штаты. За 18 лет без Цоя она только раз решится на интервью. В программе своего брата – кинокритика Кирилла Разлогова. После этого выступления – годы молчания. Все вопросы, обращенные к ней о последних годах жизни музыканта и об очевидном предчувствии беды останутся без ответа. Наталье есть что рассказать, но она выберет скорбное молчание. Позиция у нее была очень жесткая с самого начала, после его смерти, потому что существовала официальная жена на тот момент, как бы они уже долгое время не были вместе с Марьяной. Но, тем не менее, статус жены и сын остались. И Наташа очень деликатна и достойна, отказалась от каких-либо прав и отошла в сторону. Я не знаю точно, кто из нас брал. Меня ждет на улице ножа. Их ждет дома опять. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Его кино стремительно приближается к трагическому финалу. Но декорации по-прежнему жизнеутверждающие. Виктор Цой полон планов. Его вновь пригласили на главную роль в полнометражной картине. Но этому проекту не суждено будет сбыться. За месяц до начала съемок музыкант погибнет. В Китае, пожалуй, нет кинолюбителя, который не слышал о проклятии мужчин из рода Брюс-Али. Об этом его предупреждал отец. Их предок однажды рассердил одного из охранников ада. А тот в отместку открыл ворота преисподней и выпустил демона. С тех пор этот демон преследует семью. И ни один мужчина в роду не доживает до 35 лет. После автокатастрофы на Рижской трассе, на месте аварии, в которой погиб Виктор Цой, будет найден портрет Брюс-Али и деревянная фигурка демона. Весна 90-го года. Цоя снова приглашают в кино. Рашид Нугманов ведет активные переговоры с американскими продюсерами о съемках новой картины с участием Виктора. Проект обещает быть грандиозным. В основу картины положена канва семи самураев Акиры Курасавы. Наконец, сроки обозначены. Запуск картины в середине сентября. А на 21 августа назначена первая рабочая встреча в Москве. Цой не был таким вот упертым, стопроцентным музыкантом. И кино его интересовало ничуть не меньше. Как вы знаете, и группа его тоже называлась «Кино», а не как-нибудь еще. Поэтому я совершенно уверен, что если бы Цой остался в живых, дай бог, то я думаю, что вообще его карьера могла бы сложиться достаточно непредсказуемым образом. Я только сейчас начинаю понимать, что такое Витя. Хотя, в общем, я себя считаю неглупым человеком. Ну, во всяком случае, не совсем уж идиотом. Но по отношению к Витиным песням и к Вите, конечно, я проявлял некоторый идиотизм. Перед сложным съемочным периодом Виктор решает отдохнуть в небольшом рыбацком поселке под Ригой. В этой деревне они с сыном постоянные клиенты. Уже третий сезон приезжают сюда с удочками. Виктор заядл рыбак, он может часами сидеть у воды. На этот раз Цой берет с собой и Наташу. Но тихий, почти семейный отпуск завершится страшной трагедией. В Москву Виктор уже не вернется. 15 августа Виктор Цой встал рано, около пяти часов утра. Он намеревался в одиночестве съездить на рыбалку на одно из лесных озер. Виктор собрался тихо, стараясь не разбурить Наташу и мальчика. Но скрип деревянных половиц разбудил домашних. Раз уж так вышло, музыкант решает взять с собой сына. Однако сонный ребенок не в восторге от этой идеи. Подумав с минуту, Саша отказывается. И, как выяснится, уже через несколько часов, тем самым спасает свою жизнь. 15 августа 1990 года. Утро. На 35-м километре трассы СЛО катался автомобиль Москвич на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Смерть водителя луковой машины была мгновенной, словно вспышка на большом экране. ПЕСНЯ Я скажу одно лишь слово. Он ушел в тот момент, когда он очень многие смыслы для себя открыл. Он написал, наверное, свои самые важные тексты. Что было бы потом, я не знаю, но это была какая-то определенная точка, безусловно. То есть прожил гораздо больше лет, я имею в виду, понимал гораздо больше о жизни, чем его возрасте, в принципе, наверное, положено. И это все в текстах последних песен, это все совершенно очевидно. Ну, для меня, по крайней мере. Случилась бы эта трагедия, если бы не была эта цепочка событий. То есть все же в жизни взаимосвязано. Везде есть какая-то своя мистическая связь. И, видимо, вот то Витя Цой, он выполнил некую миссию, которая ему была свыше мистическим образом ему предначертано. Витя Цой последовал яркий финал. Уже после гибели музыканта мир услышал новые песни рок-идола. Найденные на месте аварии последние записи Виктора Цоя были обработаны в профессиональной студии и превратились в пластинку под названием «Черный альбом». Виктор Цой жив. Эта надпись появилась здесь сразу, как только в Москву пришла весть о гибели музыканта. Поклонники его таланта категорически отказывались верить в гибель своего кумира. Они утверждали, что Цой просто скрылся от любопытных глаз и где-то далеко продолжает писать свои песни. Похожие слухи до сих пор блуждают по Голливуду. Говорят, что легендарный Брюс Ли вовсе не погиб. Он просто скрывается от мести своих соотечественников, которые решили наказать актера, открывшего миру священную тайну боевого искусства. Кто знает, возможно, обе эти легенды когда-нибудь станут кадрами глянцевой кинопленки. Субтитры создавал DimaTorzok